Привет, я Клиффхенгер, и это сериал «Ван Пис». Отряд пиратов-самоучек отправляется на поиски легендарного сокровища короля пиратов. Отправляйтесь в море! Найдите сокровище, и оно будет ваше! Действие сериала стартует за 22 года до основных событий. Власти поймали легендарного Голд Роджера, короля пиратов. Перед казнью он говорит, что спрятал свое не менее легендарное сокровище на одном из островов судоходного пути Гранд Лайн и благословляет всех пиратов на его поиски. Спустя годы пираты всех мастей продолжают искать клад. Среди них Манки де Луфи – юный пират в соломенной шляпе. Когда его лодка тонет, он, как царь Гвидон, забирается в бочку. Бочку после боя вместе с другими трофеями подбирает судно капитана Альвиды – жестокой женщины-пирата. Выбравшись из бочки, Луфи знакомится с юнгой Коби, который живет как раб и мечтает стать морским пехотинцем. Луфи подбивает его отправиться за своей мечтой и выбирается с ним из трюма на палубу, чтобы украсть лодку. Задев колокол, Луфи будет весь экипаж, включая Альвиду. Когда капитан унижает Коби, Луфи заступается за него и побеждает капитана в драке благодаря своей сверхспособности – умению растягиваться, подобно Далсиму и Стритфайтера. Случайно подпалив судно, новые приятели забирают лодку и плывут в ближайший порт Шеллстаун, чтобы украсть подробную карту Грандлайна. Луфи рассказывает, как приобрел свои способности, съев в детстве дьявольский плод. В это время охотнику на пиратов Зоро по прозвищу Демон предлагают вступить в секретную организацию. Но у него свои планы. Он охотится за гонцом, которого в честном бою располовинивает, как джедаи Дарта Мола. Параллельно с этим девушку по имени Нами, плывущую в лодке, подбирают другие пираты. Она обманом угоняет у них более крупное судно и тоже направляется в Шеллстаун. Все герои данной драмы оказываются в одно время в одной таверне. Зоро видит, как Хельмеппо, сын капитана морпехов, унижает дочь хозяйки и вступается за нее, раскидывая противников. Нами, пользуясь суматохой, крадет у одного из морпехов форму. Зоро отправляется к капитану Моргану Топору, чтобы получить деньги за убитую цель. Но тот не может отпустить его, не наказав за нападение на морпехов. Чтобы обойтись без осложнений, Зоро соглашается на недельное заточение, будучи привязанным во дворе. Проникнув на базу морпехов, Луфи освобождает Зоро. В библиотеке он встречает переодетую Нами, но нужной карты здесь нет. Она хранится в кабинете капитана Моргана. По пути туда они встречают его самого, но Нами выдает Луфи за пленника, попутно стащив ключи. Когда они пытаются вскрыть сейф в кабинете, капитан раскрывает обман и врубает тревогу. Во дворе морпехи окружают воров и едва не ловят. На помощь им приходит Зоро, забравший свои мечи. Вдвоем с Луфи они сражаются с капитаном, победив его слаженной работой в команде, после чего уносят сейф на корабль. Коби прощается с Луфи, решив остаться в городе, и новоиспеченная команда пиратов втроем выходит в море. Нами взламывает сейф и достает оттуда карту Грандлайна. Почти сразу же в небе загораются огни, и на корабль опускается красный дым со странным запахом. Экипаж теряет сознание, но прежде чем упасть, Луфи проглатывает тубус с картой. Пираты приходят в себя в гигантском ящике, который вскоре разбирают клоуны. Они находятся на цирковой арене, а заправляет этим цирком уродов клоун-пират Багги. Он захватил целый город, приковав его жителей к зрительским местам. Нами предлагает Багги сделку. Она выдает секрет эластичности Луфи, а сама пытается сбежать. Но ее ловят и вместе с Зоро держат отдельно, пока Багги пытает Луфи, растягивает его, чтобы узнать, где карта Грандлайна. Чтобы сломить его волю, клоун-пират забирает соломенную шляпу. Она дорога Луфи как память о своем кумире – рыжем Шанксе, который в детстве спас мальчика от бандитов и морского змея. Разозленный Луфи вырывается и атакует Багги, выясняя его секрет. Он тоже съел дьявольский плод, и теперь все части его тела могут жить самостоятельной жизнью. Используя обман с летающей рукой, Багги усыпляет Луфи и запирает в стеклянном аквариуме, куда поступает морская вода. В это время Нами, припрятанный отмычкой, вскрывает замок на клетке, пока Зоро отвлекает охранника-метателя ножей, у которого с ним личные счеты. Когда-то Зоро убил его брата ради вознаграждения. Один из ножей повреждает веревку, удерживающую охотника за головами, позволяя высвободить руку и задушить клоуна. Нами и Зоро приходят Луфи на помощь, разбивая аквариум. Они сражаются с Багги, но не могут ничего ему сделать из-за его особенностей. Тогда Луфи придумывает хитрый план – запереть разрозненные части тела в разных сундуках, оставив Багги только ладони, голову и стопы. Вышвырнув злодея подальше, команда освобождает жителей города и отправляется в дальнейший путь на Грандлайн. Тем временем в Шеллстаун прибывает вице-адмирал Гарб. Он замечает нового кадета Кобби, который якобы спас сына капитана Моргана при нападении пиратов. Однако Гарб не так глуп. Он допрашивает Кобби, которого видели в компании пиратов в трактире, после чего решает оставить его в морпехах. Но в качестве испытания кадет отправится с ним на поимку укравшего карту Луфи. Капитана Моргана за попытку обмануть при докладе об инциденте вице-адмирал наказывает и привязывает к дыбе на дворе. На борту угнанного корабля Зоро использует в качестве туалета тайник Нами, где она, среди прочего, хранит маленькую улитку телепата – аналог мобильного телефона. Команда решает, что им нужна посудина побольше, с нормальным туалетом и мачтой, куда Луфи сможет повесить собственный флаг веселого Роджера в соломенной шляпе. В ближайшем порту они находят красивый корабль и знакомятся с Усопом – местным пареньком, который работает на верфи. Усоп знаком с владельцем судна – наследницей богатого рода Кайей. Он ведет пиратов к ней в дом, стараясь не попадаться на глаза прислуги, которая недолюбливает его. Кайя встречает гостей. Девушка больна и дворецки настаивает, что гости должны уйти. Но так как у хозяйки именно сегодня день рождения, она хочет принять их. Пока пираты принимают ванну и переодеваются в гардеробные богачей, Усоп развлекает подругу выдуманными байками о своих приключениях. На празднике также присутствует финансовый управляющий Кайи. Так как она стала совершеннолетней, он должен ввести ее в курс дела. За ужином девушки не разрешают есть ничего, кроме специального супа. Таковы медицинские предписания. Луфи устраивает представление, чтобы убедить Кайю отдать им корабль. Но это лишь вызывает недовольство дворецкого. Он хочет прогнать гостей, но хозяйка настаивает, чтобы они остались на ночь. Однако вместо того, чтобы спать, они разбредаются в поисках. Зора ищет выпивку, Луфи – еду. А нами – драгоценности, чтобы украсть. Однако она натыкается на спальню Кайи и беседует с ней, как подружка. Добравшись до кухни, Луфи выпивает кастрюлю специального диетического супа. Усоп ведет Зора в винный погреб, где вместе с алкоголем они находят труп финансового управляющего. Убийцей в худших традициях детективных романов оказался дворецкий. Охотник за головами узнает его ножи, как у Фредди Крюгера. Это пират по имени Куру. Зора вступает с ним в бой, но у Кура также есть способность. Очень быстрая скорость. Однако этого и не нужно. Зора оглушает ударом по голове помощник дворецкого. Усоп удирает. По приказу Кура помощники сбрасывают тела Зора и управляющего в колодец. В город тем временем прибывают морпехи во главе с кадетом Кобби. Вице-адмирал послал их на поиски укравшего карту Луфи. Они находят усопа, которому никто не верит, что в городе настоящие пираты. В это время баги, собравшего себя по частям из сундука, доставляют капитану Орлонгу, который контролирует эту часть моря и требует свою долю с остальных пиратов. Баги рассказывает ему про Луфи и вызывается отыскать наглого конкурента. Нами находит потерявшего сознание Луфи на кухне. Следом идет прислуга, вынуждая девушку прятаться. Из подслушанного разговора она узнает, что они намеренно травят Каю ядом. Вскоре в дверь стучат. Усоп привез морпехов. Дворецкий использует талант убеждения, называя его малость блаженным, но с легкостью отдает бессознательного Луфи. Расстроенный, что ему не верят, Усоп убегает, но потом пробирается в комнату к подруге, дабы предупредить ее. Спровадив морпехов с пойманным вором, Куру велит закрыть защитные ставни, чтобы Кая не сбежала, а сам идет убить ее. Но хозяйка с новыми друзьями по тайным лазом в стене пробирается в спальню родителей, где есть еще один рычаг управления ставнями. Очнувшийся на дне колодца Зора вспоминает свои детские тренировки. Это дает ему силы упорства, чтобы выбраться наружу. Он догоняет морпехов, которые волочат Луфи. Резиновый капитан, отойдя от целой кастрюли яда, заблевал форму хельмепо. Вырубив всю охрану, кроме Коби, пираты возвращаются в особняк. Куру преследуют беглецов в хозяйской спальне, вынуждая прятаться. Но вскоре он находит их и готовится убить. В последний момент появляется Луфи и вступает с ним в бой. Юноше долго не удается подловить флэша на спидах, пока он не меняет тактику. Слушавшись в издаваемые Куру шорохи, он наносит резиновый удар противнику. Первое за долгое время ранения злит Куру, и он начинает совершать ошибки, позволяя схватить себя за руки. Растянувшись, Луфи как матерый баран пробивает ему с головы, отправляя в далекий полет. Затем они все спускаются на первый этаж, где Зора, в ходе длительного поединка с прыжками и ломанием мебели, одолел помощников Куру. Сожалея, что не может получить за них награду, так как сам в розыске он оставляет их связанными. Благодарность Кая дарит своим спасителям приглянувшийся им корабль. На пристани Луфи предлагает Усупу отправиться с ними в качестве канонира. Благо он, как хобби, недурно метает каштаны и не только. Попрощавшись с Каей, разросшийся до четырех человек экипаж отправляется в путь. На этом первая половина сериала заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова